Так, следующий вопрос. Любите ли вы животных? Я очень люблю животных, и моя мечта, что вот когда я вырасту, там, стану артистом, я очень хочу открыть свой питомник и поселить туда всех бездомных животных. Я очень хочу себе собачку, но так как, опять же, повторюсь, мало времени, и нет времени с ним гулять, и приделять ему много, опять же, времени, то, на жаль, у меня пока нет собаки, ну, просто до слез хочу, очень сильно хочу собаку, и мама не разрешает, и, в принципе, родственники против, потому что, как всегда, бабушка заберет эту собаку из-за того, что у меня не будет времени с ней гулять и за ней ухаживать. Так, следующий вопрос. Алекс спрашивает. Здравствуй, Анюта. Хочу сказать, что ты большая умничка. Ты много стараешься, и это нельзя, ведь ты добилась больших успехов в своей с вами карьере. Мой вопрос таков. Любишь ли ты побыть в одиночестве? Я ненавижу одиночество, просто не выношу его. Если я чувствую, что я одинок, и сразу звоню кому-то, говорю, давай погуляем. Ну, в общем, в принципе, я больше компанейский человек, чем тот, который любит посидеть дома за чайком и побыть в одиночестве. Так, следующий вопрос. Если да, то чем ты занимаешься в такой ситуации? Любишь ли ты экстрим? Я безумно люблю экстрим, и самое, наверное, лучшее чувство для меня – это чувство адреналина. Я всегда ищу какие-то приключения на свою голову, вот, и поэтому я очень люблю залазить на всякие заброшенные дома или вышки, и наслаждаться прекрасным Киевом, и получать маленькую дозу адреналина. А также я очень люблю смотреть ужастики, это тоже в какой-то мере адреналин, вот, так что адреналин для меня – это очень приятные чувства. Следующий вопрос. У тебя были серьезные отношения с парнями? Какой сам? Так, мне 14 лет, и серьезных отношений, я думаю, не должно быть у 14-летней девочки. В принципе, я и не хочу сейчас серьезных отношений, во-первых, потому что у меня нет времени на это, и особого желания тоже нет. Я думаю, что мне надо еще подрасти, а тогда я уже задумываюсь о парнях. Дальше. Какой самый яркий момент в твоей жизни? Ну, на данный момент это победа на отборе на детское игровидение. Это то, про что я всегда вспоминаю, начинаю волноваться, начинаю заново переживать все эти эмоции, которые были на отборе, и когда я начинаю говорить о детском игровидении, вообще начинаю очень волноваться, так как поеду я уже сюда через 10 дней, и на мне лежит очень большая ответственность представить Украину на достойном уровне. А это очень много чего значит, потому что я еду на конкурс не только представлять себя, а и всю страну. Так, дальше. Можно чуть-чуть перелетать. Роксолана спрашивает. Анечка, привет! Я тебя убожен, но и питание тебе такое, чтобы можно не задавать. Че ты б хотела потрапать на найбейшую сцену в Иджи, Украине? Да, мне очень бы хотелось гастролировать по разным странам, это тоже одна из моих мечт. Мне бы очень хотелось выступить в Америке, в Германии, ну, в принципе, я очень хочу гастролировать по разных странам. Кто тебе подарил айфон экшен и секреты? Ну, по-моему, это мне мама подарила. Ты хотела застретиться с Джастином Бибером? Если честно, я не фанатка Джастина Бибера, и некоторые песни мне его нравятся. Конечно же, мне бы хотелось встретиться с звездами такого масштаба, и просто интересно было бы задать им несколько вопросов, чтобы они поделились своим опытом на сцене. Дальше. Димка Левченко спрашивает. Привет, Ань. Не знаю, чи памятаешь двоих листовинских пацанів, мене и Мишаню, який тобі писала после конца голоса. Я хочу запитати тебе. Який ти пам'ятаєш смішній випадки властуванні з перехильниками? Чекаю відповідь і бажаю успіхів на Євробаченні. Ну, очень часто такое происходит, что мне пишут вообще абсолютно незнакомые люди «Привет, давай встречаться». То есть, не знаю, отношения — это для меня, наверное, что-то более серьёзное, чем просто увидел и всё, давай встречаться. Ну, это для меня такой смешной диалог вообще, и когда я читаю такие сообщения, то понятно, что человек, который это пишет, он либо просто хочет поразвлекаться, либо ему нечего делать. Вот, так, следующий вопрос. Оксана спрашивает. Анечка, привет! У меня к тебе пару весёлых вопросов. Только, если можно, постарайся ответить на них как можно честно. Какой у тебя размер ноги? У меня 38-й размер ноги. Как ты считаешь, у тебя ножка маленькая или всё-таки не совсем маленькая? Я думаю, 38-й размер ноги — это обычный размер, не большой, не маленький, так что какой-то особенный я свою ногу не считаю. Следующий вопрос от Кати. Анюта, якщо выиграешь якомусь конкурсе, багато хорошей, що ти будеш з ним робити? На що потратиш? Я, наверное, отдам їх маме, потому что... Ну, а потом уже как... Я не люблю сразу вот выигрыш какой-то тратить, я люблю накопить, накопить, накопить на что-то более стоящее, чем покупать какие-то мелочи. Чувидвиды, чувидшува вся який страх, коли ты співала на евробаченні. Честно говоря, я всегда волнуюсь перед любым выступлением. И страх, и волнение — это для меня такая серьёзная тема, потому что всегда волнение присутствует. Даже сейчас я немножечко волнуюсь. Во-первых, потому что я говорю про евровидение, как я уже сказала, когда я говорю про евровидение, я всегда волнуюсь. А во-вторых, то, что я отвечаю, и это прямой эфир. С волнениями справиться очень тяжело, поэтому волнение всегда присутствует. Чи в тебе в школе фанаты, и чи в школе ты співаешь на ризни святам? Ну, я не люблю слово фанаты, мне больше нравятся слушатели. Да, есть люди, которые слушают мою музыку, слушают меня, слушают моё творчество, интересуются мной в школе. Я, конечно же, выступаю на всех праздниках и стараюсь выступать всегда в школе, когда есть возможность, потому что мне нравится приносить учителям удовольствие, чтобы у них появлялась улыбка и какая-то гордость, не знаю, за меня. Это очень приятно. Следующий вопрос от Милы. Ого. Анюта, здравствуй, у меня к тебе аж 10 вопросов. Первые 5 касательно голоса детям. Вот они. Первая. Какая твоя любимая песня... Какая твоя любимая песня твоей, так сказать, творческой мамы Натальи Могилевской? Мне очень нравится слушать творчество Натальи Могилевской, и я хожу на её концерты, и очень, безумно вдохновляют они. Мне нравятся песни, вид правила, месседж, бедерватый свет земли, и, в принципе, мне нравится её творчество. Следующий вопрос. Что можешь сказать о Марке как о человеке? Я с ним не сильно общалась на голосе дети, так как, опять же, не было времени, все были заняты своими делами, тем более мы находились в разных командах, поэтому я пока не могу ничего о нём сказать, потому что как человека я не знаю, только вот виделись и всё. Что можешь сказать о такой особе, как Карина Казарян? Карина — это очень творческий человек, очень своеобразный человек и очень интересный человек. И когда я только увидела, мне безумно хотелось с ней познакомиться, потому что вот она особенная, она особенность, и мне было очень интересно было с ней пообщаться на разные темы, потому что очень интересный человек и творческий. Следующий вопрос. Как относишься к своей маленькой тёзке Ане Комяковой? Аня — это безумно светлый маленький человечек, с которым просто нереально приятно проводить время. Она очень вдохновляет и заряжает позитивом. И, в принципе, всегда маленькие дети, они очень излучают от себя светло, вот, поэтому с ней мне очень нравилось общаться. Она очень интересный, опять же, творческий человек. И, в принципе, голос дети объединяет всех только творческих людей и очень интересных особ. Как ты бы пела джаз, как Катя Кравченко с командой Тин? Катя Кравченко, она выбрала довольно сложный для себя вид музыки и направление в вокале. Я бы не пела джаз, потому что, во-первых, для джаза надо очень хорошая дикция, поэтому надо вот практиковать её. А пока что у меня эстрадный вокал, я не пою джаз. Ну и пять общих таких вопросов. Ты любишь мультики? Да, я безумно люблю мультики. И те, кто говорят, что тебе уже 14 лет, какие мультики? Я считаю, что мультики всегда позитивны и всегда заряжают тебе энергией, поэтому ничего такого, чтобы смотреть мультиков, я не вижу. И мне очень нравится мультик «Барби. Лебединое озеро». В детстве я его присматривала практически каждый день, и этот мультик оставил на мне такой приятный след в моей жизни. Если да, то какие твои любимые? Я уже сказала, что это «Барби. Лебединое озеро». Также я люблю сериал «Время приключений», «Спанч Боб». Ну и всё-таки знаменитые, позитивные мультики. Возможно, у тебя есть какое-нибудь хобби. Я люблю всегда что-то собирать. Я не знаю, почему... И причём такие какие-то мелочи. Раньше я собирала какие-то разные красивые салфеточки. Сейчас собираю вертки от Милки. Это очень странное хобби, но это, опять же, очень вдохновляет. И такие мелочи, они нужны в жизни.